Это четвертая часть моего рассказа о Советском Союзе. Значит, по первым трём вы можете заключить, что я не нахожусь в области фанатов, какую страну мы потеряли, или считаю, что мы избавились от какого-то зла. Значит, позднее я понял, что социализм как таковой при советской власти существовал в основном на уровне деклараций. Общество у нас всё-таки было поделено на определённые страты, классы, подразделения. Качество жизни очень сильно отличалось. Оно, к сожалению, и сейчас очень сильно отличается в крупных городах и мелких, в центре или на периферии. Будучи студентом, я становился участниками стройотрядов, потом ездил в Сибирь на заработки. Поэтому я более-менее знаю, как жила страна и на севере, и на Урале, и на Дальнем Востоке, и в Центральной и Южной Сибири. Дальше, значит, образованность довольно долгое время не считалась хорошим признаком. У нас было даже выражение «гнилой интеллигент», или он очки надел, шляпу надел. Будучи ребёнком, я уже, так сказать, был со слабым зрением с 13 лет, но очки предпочитал не надевать, потому что очкариков не любили. Иногда даже били. Но поскольку я отличался крупностью сложения, с этой, так сказать, частью действительности я не сталкивался. Значит, кроме всего прочего, мой отец, так сказать, благодаря своей военной карьере, слыл, так сказать, в своё время там бунтарём и драчуном. И у него была особая манера поведения, и у нас с ним схожий тип сложения, который по-научному называется габитус. Вот это габитус вот такого, так сказать, серьёзного, такого крупного, значит, такого мускулинного, значит. К тому же мы, белорусы, у нас, так сказать, особая форма глазниц, значит, вот глаза, как она называется, глубоко посажены. Поэтому всё время кажется людям, незнакомым с антропологией, что это взгляд из-под лобья, такой вот как бы серьёзный такой. Поэтому, значит, во всех мужских сообществах я занимал либо лидирующую альфа-позицию, либо, так сказать, особым статусом обладая, значит, при обращении ко мне не говорили «ты», там, «иди сюда», а «командир». Вот, значит, это тоже позволяло, так сказать, проникнуть в толщу народную без особого риска для своей жизни и здоровья. Вот, ну, значит, мужество у нас ещё оценивалось по способности много выпить, вот, значит, и при этом не очень сильно опьянеть. А если доводилось, значит, это, то, в общем, ещё, так сказать, буйствовать, как-нибудь какие-нибудь финты выкидывать, каким-то образом эпатировать публику, и это тоже ценилось. И в этом жанре я тоже в своё время, так сказать, преуспел. И, в общем-то, так сказать, во всех компаниях всегда был тем, кто наливает, кто произносит тосты, кто руководит, так сказать, дружеской пирушкой или, там, какой-нибудь студенческой или сугубо мужской. Вот, поэтому, значит, как в анекдоте про Чукчу, который говорит, когда ему жилось лучше, там, при каком строе, Чукча не в попад отвечает, что при Сталине. Почему? Потому что Чукча молодой был, и Чукчу девушки любили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.